Спортивный сезон подходит к концу, и если в Формуле-1 россиянам больше медали пока не светят, то в дрифте запросто. Георгий Чевчан фактически стал двухкратным чемпионом мира прямо на родине дрифта в Японии. Тем временем в Европе настала пора рестайлингов. Внешность радикально обновил Jaguar F-Type, а вот Opel Insignia ограничился легкими штрихами. Peugeot и Citroёn едва ли не впервые в своей истории запустили серийное производство полноприводных машин на собственном заводе и не где-нибудь, а в России. С интересом мы ждем и обновленный седан Hyundai Solaris и новый кроссовер Geely Coolray. А московские власти установят больше камер и придумали новый штраф. В Японии завершился третий межконтинентальный кубок по дрифту. Это единственное в мире соревнование по этому виду спорта, признанное Международной Автомобильной Федерацией. Россию на родине дрифта представлял Георгий Чевчан, чемпион российской дрифт-серии этого года и прошлогодний победитель межконтинентального кубка. 33-летнему спортсмену из Красноярска, выступавшему на 800-сильном купе Nissan Silvia S15, в этот раз противостояли 23 сильнейших пилота из 17 стран. В субботних заездах Чевчан стал третьим. В воскресенье Георгий легко дошел до полуфинала, где встретился с Юкио Мацуи на Mazda RX-7. После двух очных встреч судьи зафиксировали ничью, но в перезаездах наш спортсмен взял верх. В финале против Чевчана вышел Хиде Юки Фудзино на Nissan 180SX. Однако на его машине вышел из строя дифференциал, благодаря чему Чевчан завоевал кубок фактически без финальной битвы. Ягуар F-Type обновляется второй раз за 7 лет, но на сей раз внешность изменилась серьёзно. Технических изменений мало. Заводской выхлоп F-Type считается одним из самых громких в мире. Но теперь в стандартное оснащение включены специальные заслонки выпускного тракта, которые заглушают рык Ягуара. Но чтобы выкрутить громкость на максимум, достаточно нажать на кнопку. В базовой версии неизменные двухлитровая турбо-четвёрка, восьмиступенчатый автомат и задний привод. Трёхлитровый компрессорный вариант исключён из европейской гаммы, но останется на других рынках. Зато в компании с задним или полным приводом возвращён компрессорный V8. Он предлагался, когда модель только вышла на рынок, а сейчас потерял в мощности, но приобрёл в экологичности. У полноприводного F-Type R более мощное исполнение этого же мотора. Эрке полагаются широкие шины и перенастроенная подвеска с другими пружинами, амортизаторами и стабилизаторами. В салоне появилась виртуальная панель приборов и более современная медиасистема. Улучшено качество материалов. В Европе новинка уже доступна для заказа, причём в ближайший год продают спецсерию First Edition с уникальной отделкой салона и оригинальным дизайном 20-дюймовых колёс. Opel Insignia второго поколения пережила косметическое обновление, но чтобы разглядеть новые фары, передний бампер и решётку радиатора, надо быть настоящим знатоком модели. Салон почти не показан, но обещано, что машина получит более современную медиасистему и беспроводную зарядку смартфонов. Должна обновиться и гамма силовых агрегатов, но поскольку Insignia построена на платформе GM, ждать появления французских моторов не стоит. Главная обновка — это матричные светодиодные фары, в каждой теперь 84 диода вместо прежних 16. Также появилась новая камера заднего вида. Напомним, что теперь уже французский Opel не имеет права продавать GM-овские модели на новых рынках, к которым относится и Россия. Следовательно, у себя мы Insignia не увидим, а в Европе старт продаж запланирован на январь 2020 года. Hyundai Solaris в нынешнем втором поколении выпускается с зимы 2017 года. Рестайлинг подоспеет как раз к трёхлетию модели. За образец мог бы сойти китайский седан Hyundai Verna, ближайший родственник нашего Solaris. В сентябре модель серьёзно модернизирована. Пересмотрен весь дизайн, включая интерьер, куда добавлены цифровые приборы и увеличенный экран медиасистемы. Но российский Solaris так радикально не изменится, ведь он до сих пор копировал не китайский аналог, а североамериканский Hyundai Accent. Последний тоже обновлён минувшим летом. Американцам достался новый двигатель 1.6 и вариатор собственной разработки Hyundai вместо шестиступенчатого автомата. Но дизайн остался нетронутым. Облик российской модели предсказывает клуб Solaris.ru. Рендеры якобы получены от завода, где уже идёт тестовая сборка. Просматриваются новые бамперы, решётка и светодиодные фары. В салоне будет всё как у китайской Verna, за исключением цифровых приборов. Добавят обивку из кожзаменителя, электропривод складывания зеркал, дефлекторы и USB-розетки для задних пассажиров. Столичные власти придумали новый штраф для водителей, оставляющих автомобили на разметке для спецтехники. В тестовом режиме контролировать будут 8 дворов на улицах. Старовойковская, Марксистская, Александра Солженицына, 4-я Тверская и Ямская, Чаянова, Бутырский вал, Ватковский переулок и Вспольный переулок. Фиксировать нарушения с помощью приложения «Помощник Москвы» предлагают самим местным жителям. За неправильную парковку полагается штраф в 3000 рублей. В России стартуют продажи полноприводных фургонов «Ситроен Джампи» и «Пежо Эксперт». Новую версию машин выпускают на российском заводе ПСА под Калугой. Доплатить за полный привод попросят 450 тысяч рублей. Для пассажирских микроавтобусов «Пежо Тревеллер» и «Ситроен Спейс Турер», которым также досталась трансмиссия 4х4, доплата составит 300 тысяч. Сами системы полного привода поставляет французская фирма «Данжель», которая давно и успешно занимается такой доработкой «Пежо» и «Ситроенов». В основе трансмиссии лежит вискомуфта, способная передавать до 100% крутящего момента на задние колеса. Правда, с полным приводом состыкован только двухлитровый турбодизель и шестиступенчатая механическая коробка. Установочный комплект весит 85 килограммов. В него входят увеличение клиренса до 200 миллиметров и металлическая защита днища. На машины распространяется стандартная заводская гарантия. В следующем году столичный центр организации дорожного движения намерен заменить все муляжи дорожных камер на настоящие. Сейчас в Москве установлено 800 обманок. Из них 387 — это пустые коробки, а 424 муляжа умеют наблюдать за потоком и имитировать настоящую камеру так, чтобы на нее реагировали радар-детекторы. Впервые муляжи появились в Москве 7 лет назад. Тогда макет стоил около 60 тысяч против 3 миллионов за настоящую камеру. Муляжами заменяли полноценные камеры там, где водители успевали привыкнуть к этому электронному наблюдателю. Опубликованный сейчас на сайте CODD список дорожных камер насчитывает почти 3000 позиций. А это значит, что примерно каждая четвертая камера в Москве — это муляж. Латинская Америка встречает заряженные модификации хэтчбека Polo и Sedan Virtus. Оформлены они в стиле европейского Polo GTI, но техника тут проще. Вместо 200-сильного двухлитрового мотора, робота или механики, которую ставят в Европе, тут безальтернативная турбо-четверка 1.4 и шестиступенчатый автомат. По местной традиции мотор работает на смеси бензина и этанола. В салоне спрофилированные сидения, виртуальные приборы и 8-дюймовый дисплей медиасистемы. Рули сидения украшены красной прострочкой, а дефлекторы вентиляции — красными рамками. Цены пока не объявлены, но продажи начнутся в конце зимы, и это — сигнал для нас. Ведь в следующем году на российский рынок выйдет новое поколение Volkswagen Polo, которое явно будет создано по мотивам бразильского Virtus. Появится ли у нас новый Polo GT — еще неизвестно, ведь предыдущий сняли с продаж минувшим летом. Кроссовер J.L. Binia вышел на китайский рынок год назад, а посетители прошлогоднего московского автосалона знакомились с этой машиной под именем SX-11. Поэтому с самого начала было ясно, что модель устремится на российский рынок. И вот J.L. рапортует о получении сертификата одобрения типа. Правда, в открытой базе Росстандарта документа еще нет, поэтому точных характеристик машины мы пока не знаем. Зато известно имя — Coolray. Напомним, что компактный паркетник построен на модульной платформе BMA, которая разработана совместно с Volvo и предполагает стойки Макферсона спереди, балку сзади и строго передний привод. Coolray получился на 18 см короче Атласа, а значит, должен составить прямую конкуренцию компактным моделям вроде Hyundai Creta и Renault Captura. В Китае J.L. предлагает три трехцилиндровых бензиновых мотора. У младшего шестиступенчатая механика, средний семиступенчатым роботом, а старший и вовсе подзаряжаемый гибрид. Что из этого останется в России, узнаем ближе к старту продаж, который намечен на первую половину 2020 года.